Я прошу всех сосредоточиться, у нас будет возможность поработать по секциям, у нас будет возможность пообщаться в куларах, если кого-то интересует какое-то личное взаимодействие и очень конкретный и точечный опыт работы. Но сейчас мы собрались на пленарное заседание и я прошу очень внимательно выслушать всех докладчиков. Но самое первое, что я хотел бы сделать, это, конечно, поприветствовать всех наших здесь присутствующих товарищей от имени Центрального комитета партии и от имени лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова. Его официальное приветствие опубликовано в региональной партийной газете наших хабаровских товарищей, размещено на интернет-ресурсах. И должен сказать, что проведением семинара для дальневосточников сейчас и проведением семинара северо-западного нашего федерального округа мы завершим проведение межрегиональных встреч партийного актива, которые проводим практически ежегодно и подводим таким образом в итоге работы, обмениваемся опытом. Уважаемые товарищи, позади принципиально важный пленум Центрального комитета нашей партии. О его решениях, вытекающих задачах я буду и говорить сегодня в первую очередь. Тот факт, что власть уже, ну, фактически изнасиловала страну международной повесткой дня, международной проблематикой на всех телеканалах, то, что она уходит от обсуждения внутрироссийских проблем, не является для нас с вами поводом, чтобы мы игнорировали тот международный контекст, в который вписана сегодня российская ситуация и, конечно, пленум Центрального комитета партии сделал это в числе первых моментов своего анализа. В целом я хочу напомнить, что внимание к вопросам теории, к анализу происходящих событий, к обобщениям, крупным выводам и оценкам всегда было характерно для нашей партии. Если бы было по-другому, если бы другие традиции были заложены в основании партии большевиков, вряд ли мы могли бы гордиться тем, что сто лет назад наша страна совершила Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Последним пленум Центрального комитета партии не является исключением. Обсуждался очень крупный вопрос, который требовал таких крупных и знаковых обобщений. В начале 20 века Владимир Ильич Ленин не только предложил теорию империализма, но и выдвинул положение о циклической смене мирного и немирного периодов развития империализма. Сущность военного немирного периода состоит в переделе мира, а мирного периода в утилизации победителями результатом прошлого передела в свою пользу, ну а деятельность проигравших связана с попытками переиграть эту ситуацию. Современный мир охвачен жесточайшим кризисом капитализма. Это общий кризис. Это не просто финансовый кризис или даже не только экономический кризис, как говорят иногда буржуазные политологи. Это кризис действительно общий. Он содержит в себе элементы кризиса и экономического, и политического, и духовного. И он продолжает обостряться. И в рамках этого кризиса, конечно, мы наблюдаем, как происходят попытки очередного передела мира. И в авангарде этого процесса, как и на многих других этапах, стоят Соединенные Штаты Америки. И в данном случае они во многом отодвинули даже своих союзников по Североатлантическому военному блоку. Если в 20 веке главным инструментом передела мира были мировые войны, их было две, как мы помним, то сегодня в сегодняшних условиях наличие ядерного оружия диктует несколько иные подходы. И в этих условиях империалисты приняли к активному исполнению гитлеровскую, по сути дела, теорию приоритета локальных войн. Действительно, данная теория весьма активно использовалась в нацистской Германии на первом этапе ее захватнической политики. И именно этими локальными войнами оправдывалось отсутствие большой войны, но в итоге и мировая война оказалась неизбежной. Сегодня методику утверждения своего мирового господства за счет локальных конфликтов активно используют Соединенные Штаты Америки. Эта тактика и стратегия вошла в определенный кризис, отсюда те внутренние дискуссии, которые идут очень острые в Соединенных Штатах Америки по поводу механизмов дальнейшего удержания своего глобального лидерства. На протяжении последних 30 лет США оставались гегемоном империализма и остаются и сегодня. За это время при этом о себе заявил и целый ряд других государств, в число тех стран, которые настаивают на своих национальных интересах вернулась и Российской Федерации после крика в 90-х годах о том, что патриотизм прибежище негодяев. Но при этом у России есть одна существенная особенность. Превращаясь по многим позициям в империалистическое государство, прежде всего она превращается в империалистическое государство, потому что здесь господствует финансовый капитал, но тем не менее она остается одномоментно и слабым звеном в мировой цепи капитализма, остается слабым звеном из-за тех потерь, которые она понесла в процессе разрушения Советского Союза. Давайте присмотримся как следует к деятельности, к поведению российских властей и оценим, как они видят ситуацию. Ну, в общем, конечно, это видение ситуации выражается в тех задачах, которые перед своим государственным аппаратом ставит президент России. Вот Владимир Путин после своего очередного избрания на президентский срок сформировал основные задачи для Российской Федерации. Это первое ускорение экономического роста, это вхождение России в пятерку наиболее развитых государств мира, ну и, конечно, снижение бедности. А как КПРФ оценивает эти проблемы, эту проблематику? Да, естественно, эти задачи мы не можем не считать важными, мы не можем не считать актуальными, мы не можем не считать, что эти проблемы действительно необходимо решать, но также мы считаем и следующее. Без кардинальной смены экономической политики, без смены политического курса экономический прорыв не достижим. Главная проблема состоит в том, что в России вот уже три десятка лет проводится абсолютно неолиберальный курс. И ново-либерализм сегодня выступает ведущей идеологии капитализма. Вот ее разбору, ее исследованию, ее оценке в докладе Геннадия Андреевича на пленоме Центрального комитета на этот раз было уделено специальное внимание. Так вот, идеология неолиберализма оценена нами как гораздо более циничная, чем либерализм века 19-го. В основе экономической программы неолибералов состоит выведение государства из экономики, тотальная приватизация, полная свобода торговли, уменьшение социальных расходов, захват частных сектором всех сфер жизнедеятельности. Именно эти подходы в свое время, в 90-е в России продвигали Гайдар, Чубайс и другие авторы шоковой терапии. От этой же программы пострадал целый ряд государств, так, конечно же, и государства Восточной Европы, бывшие страны социалистического содружества. Это Аргентина уже позже, это Украина сейчас на наших глазах и целый ряд других государств. Новолибералы выступают за приоритет финансов над производством, когда Уолл-стрит, по сути дела, важнее заводов. И в ответ на эти убийственные идеи растут протесты даже среди западных аналитиков, очень далеких от коммунистического выбора, от социалистических идей. Достаточно называть лауреата Нобелевской премии Джозефа Стигвитса, который прямо заявил, если человечество хочет спастись, то неолиберализм следует умертвить. У неолибералов есть не только экономическая, но и политическая программа. Она включает в себя ту самую империалистическую глобализацию, включает в себя открытое общество по Соросу, уничтожение национального суверенитета, государственные перевороты под видом цветных революций и, конечно, управляемый хаос в мире как способ установления нового мирового порядка, утверждения власти мирового капитала. Для неолибералов государство это лишь аппарат, аппарат надсмотрщиков, аппарат, который призван выполнить функции защиты крупного капитала от народных масс. В тех странах, которые попадают под контрольного либералов, приватизируются не только предприятия, не только отдельные отрасли экономики, но и сама государственная власть. Формально, конечно, продолжают звучать лозунги свободы слова, демократии, прав человека, но реально воля народных масс попирается все больше и больше. И эта самая тотальная власть капитала приводит к тому, что одни баснословно богатеют, а другие нищают, нищают и нищают. Идеал неолиберала, общество биороботов, общество послушных потребителей, которые лишены нравственных идеалов. И именно поэтому массовая культура Запада все больше характеризуется пропагандой бездуховности, откровенных извращений, люди загоняются в концлагерь, где вытравлены представления о нормальном и нездоровом, о нравственном и аморальном. Идет тотальная дегуманизация капиталистического общества. В начале 20 века предшественники нынешних неолибералов, либералы, провозглашали, например, доступность образования. Сегодня от этого ничего не осталось. Нынешние их внуки, идейные неолибералы, требуют экономить на образовании, на других социальных расходах. И, конечно, те цели, которые образовательные реформы преследуют, не только чисто экономические, хотя и это здесь есть, и на этом капитал хотел бы зарабатывать. Но главное, это все-таки идеологическая составляющая. Цели таких реформ в том, чтобы ограничить объем знаний студента, не дать ему сформировать целостную картину мира. Империалистам в этом отношении развита личность не нужна. Не нужны те, кто умеет глубоко думать, глубоко осмысливать ситуацию, понимать смыслы происходящего и в силу этого поддерживать прогрессивные идеи. По сути, уже к концу 70-х годов, прошлого века, стало ясно, что неолиберальная идеология интересам человечества противоречит, поэтому у нее не было никаких перспектив выдержать честную, нормальную конкуренцию с социализмом. Но и проигрывать империалисты тоже не собирались, поэтому политические элиты Запада развернули крестовый поход против коммунизма. Это не наш термин, и вы многие помните о том, что эта идея действительно активно использовалась в западной пропаганде в свое время. И вот, опираясь на предателей внутри Советского Союза, империализм смог разрушить и Советский Союз, и Совет экономической взаимопомощи, и Варшавский договор. Весьма символично, что в 1991 году, знаковым для нашей страны, за несколько месяцев до своей смерти один из идеологов неолиберализма, реакционер и антисоветчик Хаек, получил за свои теоретические разработки высшую награду США, президентскую медаль свободы. Мы оцениваем, и Пленум это подчеркнул, неолиберализм в 21 веке как ударный идейный отряд капитализма. Задача коммунистических партий состоит в том, чтобы разоблачать его вредоносность, и в этом отношении соответствующую работу, как нам кажется, должны проводить и те партии, которые находятся у власти, и мы видим, что эта деятельность присуща, например, Компартии Китая или Вьетнама, Компартии Кубы, которая совсем недавно провела специальный форум по борьбе с неолиберализмом. Ну и, конечно, эта задача крайне актуальна для тех партий, которые работают в условиях оппозиции. И наша с вами задача не в том, чтобы выбирать между либералами, неолибералами во власти и либеральной оппозицией, так называемой, а в том, чтобы добиться социалистического переустройства общества. И на сей счет действительно в материалах пленума сделаны соответствующие выводы. Председатель ЦК Азюганов в докладе на пленуме особо отметил, я цитирую, задача коммунистов не простые перестановки фигур во власти, а коренная смена социально-экономического и политического строя. Цветная революция есть изощренная политическая технология. Такие перевороты ведут лишь к переделу власти и собственности, внутри крупной буржуазии, к новому этапу ограбления трудящихся капиталом. Наша партия убеждена в том, что вывод России из кризиса прямо связан с выполнением нашей программы, программы «10 шагов достойной жизни». В целом, условия для работы коммунистов в России характеризуются следующим состоянием российского общества. Первое. Власти в своей экономической политике руководствуются, как мы уже выяснили, неолиберальными подходами. Это ведет к чему? К сокращению социальных расходов и сдерживает экономический рост. Значительная часть экономики на данный момент уже перешла под внешний контроль. Транснациональный капитал контролирует от 50 до 90% в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая и пищевая промышленность. Если мы возьмем сферу добычи угля или меди, или железноруды, то здесь не осталось ни одного предприятия, которое бы находилось в государственной собственности. По сути дела, нынешний год, а предварительные итоги подводить уже можно, характеризуется тем, что под контроль англосаксов перешла и алюминиевая промышленность Российской Федерации. Попытка поставить эту проблему в Государственную Думу и устами лидера нашей партии завершилась попытками наших оппонентов прибегнуть к судебным преследованиям. Такая экономическая система, по мнению КПРФ, прямо угрожает национальной безопасности нашей страны. Второе. У нас есть Конституция, как бы, да, и в Конституции есть шестая статья, и в этой шестой статье указано, что Россия, это вообще говоря, социальное государство. Но социальные права граждан урезаются постоянно. Если советская власть дала трудящимся и бесплатное жилье, и образование, и медицину, и не только бесплатное, но очень качественное, то теперь эти права отобраны. В прошлом году вновь началось наступление на пенсионные права, теперь уже со вполне конкретным результатом. И в то время, когда тот же соседний Китай идет по пути расширения, пенсионных гарантий в России, они жестко ужимаются. Это при том, что за чертой бедности и так уже находится треть населения. Третье обстоятельство. Для России, как и для любого буржуазного государства, характерна формальная демократия. В частности, опять же, обратимся к Конституции. Она закрепляет право граждан на референдум. Но мы хорошо помним, что случилось с этим правом тогда, когда наша партия инициировала в свое время процедуру референдума. Когда стало ясно, что мы в состоянии, несмотря на всю сложность этой процедуры, все препоны преодолеть и вопросы на всенародное голосование вынести, партия власти тут же самым серьезным образом ужесточила закон о референдуме. И этот закон теперь носит запретительный характер. Получается, что в Конституции право на референдум есть, но фактически принято такое, такие законодательные акты, которые это право перечеркивают. Пленум Центрального комитета констатировал также, что российское общество находится в целом в клубке острейших противоречий. И эти противоречия, по нашей оценке, по большому счету сопоставимы с теми противоречиями начала XX века, которые вызвали Великую Октябрьскую социалистическую революцию и были ею разрешены. Основными противоречиями, как и сто лет назад, стало сегодня противоречие между трудом и капиталом, и отрицать это невозможно. Острый характер приобрел рабочий вопрос. Здесь много составляющих и низкая оплата труда, высокая безработица и растущая продолжительность рабочего времени и так далее. Обострился и другой вопрос, характерный для Октябрьской революции сто лет назад, вопрос крестьянский. Здесь тоже несколько составляющих. Это пролетаризация деревни, безземелья, формирование крупных латифундий и крайне низкие заработки на селе, низкий уровень жизни. Вновь стали актуальные межнациональные противоречия, межрегиональные, межконфессиональные, совокруппность всех этих противоречий и ставить сегодня Россию в положение этого самого слабого звена в спикапитализме. Поскольку положение народных масс ухудшается, то и протестные настроения среди граждан совершенно закономерно растут. Если мы посмотрим прошлый год и возьмем только три месяца с момента объявления о правительственной пенсионной реформе, то за это время в России прошло порядка 1700 митингов в 100 крупнейших городах нашей страны. 19-й текущий год. Наиболее резонансные протесты происходили в Ингушетии, Архангельской области, Коми, Бурятии. И эти массовые акции лета текущего года выявили особенности расклада политических сил в России на данный момент. Я на них тоже хотел бы остановиться. И о них тоже говорилось на приеме Центрального комитета. Во-первых, народные протесты становятся более активными, более осмысленными и более организованными. И затрагивают они самые разные регионы страны. Не только столицы, но и чисто такие традиционно российские регионы и национальные регионы. То есть, иными словами, всю страну. Во-вторых, как действующая власть, так и правая буржуазно-либеральная оппозиция. Это четко проявилось. Одинаково заинтересованы в том, чтобы нашу партию оттеснить на задний двор российской политики. Сделать это нашим оппонентам не удается. Это совершенно очевидно. Большинство трудящихся воспринимает именно нашу партию как наиболее последовательную, самую влиятельную оппозиционную силу России со своей программой вывода страны из кризиса. Да, у трудящихся есть какие-то претензии, которые они к нам адресуют. Иногда справедливые, иногда нет. Но, тем не менее, большинство именно нас воспринимает как партию, которая защищает интересы трудового народа. В-третьих, состоявшиеся протестные акции подтвердили в арксистский тезис о том, что средний капитал, как социальный слой, не стремится к сотрудничеству с компартией. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Вот и в ходе протестов нынешнего года представители среднего капитала шли за политиками буржуазными. За теми буржуазными политиками, которые во власти или в либеральной оппозиции, но не за коммунистами. В-четвертых, пролетариат Москвы, как и всей России, не поддерживает протест либеральной оппозиции. Тот факт, что рабочий класс отказывает в доверии одномоментно и правящему режиму, это все лучше видно по данным тех же социологических исследований, так и отказывает в доверии буржуазной оппозиции, означает очень важный для нас коммунистов момент. Классовое чутье российский пролетариат не подводит. В-пятых, события лета 2019 года продемонстрировали, что Россия вступает в период обострения борьбы между эксплуататорами и эксплуатируемыми. В этих условиях работа КПР в пролетарской среде – это не только дело совести коммунистов. Надо понимать, что от уровня поддержки нашей партии со стороны рабочего класса будут зависеть общие масштабы влияния КПРФ, а значит и перспективы социализма в России. Мы считаем, что только уверенно опираясь на мощь рабочего авангарда, партия добьется решающих успехов в борьбе за политическую власть. Кроме этого, только в этом случае мы получим массовую поддержку еще и со стороны широких кругов крестьянства и мелкой буржуазии. Эти круги весьма существенны. И практика показывает, что мелкая буржуазия имеет склонность примыкать к сильным, к тем, кто активно защищает их интересы и имеет серьезный потенциал. Таким образом, на политической арене России КПРФ уступает как самостоятельная политическая сила. Партия нацелена на то, чтобы продолжить борьбу и с буржуазной властью, и с буржуазной оппозицией. И мы честно это заявляем. Как констатировал Центральный комитет на своем плену, я еще к одной прямой цитате прибегну. Курс на сотрудничество Компартии с любым флангом крупного капитала есть курс на неизбежное поражение. В своей политической борьбе КПРФ не примыкает в силу этого ни к каким другим политическим партиям. При этом мы готовы объединять усилия с другими левыми организациями, с другими патриотическими объединениями, профсоюзными, женскими, молодежными. Мы готовы объединять их в Единый Народный фронт борьбы за интересы трудящихся. При этом сам Народный фронт мы оцениваем не как верхушечное объединение, значит, таких организаций-головастиков, которые в Москве внутри Садового кольца собираются, с какими-то фамилиями, которые, может быть, даже на слуху, но за которыми нет никаких реальных организаций. Мы не против таких круглых столов, мы будем обязательно их проводить, но мы понимаем Широкий Народный фронт как массовое движение широких народных масс и разных социальных слоев, которые относятся к трудящимся. По оценке Центрального комитета, жизнь делает все более актуальнее. Классовый подход к социальным фактам и явлениям с позиции марксистской методологии в современной России, как и в большинстве стран мира, господствует диктатура капитала, и эту диктатуру, диктатуру капитала, можно упразднить только одним путем, путем установления диктатуры пролетариата, то есть власти трудящегося большинства, самой демократичной власти, которую только знала история, и это было доказано историей нашей страны, историей Советской России, Советского Союза. Рабочий вопрос остается сегодня главным вопросом человечества, главным вопросом человечества в эпоху империализма. Конечно, научно-технологическое развитие влияет на структуру современного рабочего класса, но при этом он и сегодня составляет большинство трудоспособного населения. Россию мы подсчитали во время, когда готовили пленум Центрального комитета несколько лет назад о задачах партии по работе в пролетарской среде, выяснили, что численный состав рабочего класса, классического промышленного рабочего класса, сегодня количественно больше, чем тогда, сто лет назад, когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Это лучший ответ пессимистам, кто считает, что пролетариат сошел с исторической сцены, и говорить об этом теперь неактуально. Программа КПРФ предполагает как численный, так и интеллектуальный рост рабочего класса российского пролетариата. На это нацелено ключевое требование нашей программы национализации стратегических отраслей экономики. Именно она, национализация, призвана решить сразу несколько важнейших задач. Задача первая – придать управляемость экономике России, перейти к планированию хозяйственной жизни, нарастить экономический потенциал. Задача вторая – избавить Россию от заселения транснациональных корпораций. Задача третья – ликвидировать крупный олигархический капитал, самую паразитическую часть капитала. И, наконец, задача четвертая – осуществить новую индустриализацию России. Наряду с другими задачами индустриализация обеспечит рост промышленного пролетариата в количественные качества. Ведя борьбу за социализм, коммунисты разных стран работают в разных условиях. Конечно, конкретные задачи правящих партий, например, того же Китая, Корейской народодемократической республики и других.